Но вот между тем появляются новые свидетельства того, что боевикам на Ближний Восток оружие поставляется из Украины. Хакеры из группы Киберберкута опубликовали документы, согласно которым такие поставки уже поставлены на поток. Разбиралась в этом Ольга Ходинова. История с поставками оружия в Сирию с Украиной обрастает новыми подробностями. Хакеры из Киберберкута опубликовали фрагмент переписки украинских и польских оружейников. Из нее следует, что на выставке оружие и безопасность в сентябре прошла в Киеве. Украинцам представилась возможность продать ЗРК Печора, делегации из Катара. Из прикрепленных документов становится понятно. Как раз в сентябре 2015 года ДОХА активно занималась поиском вариантов закупки зенитно-ракетных комплексов. Хакеры не сомневаются, ЗРК все же были проданы. Однако прямых доказательств того, что сделка состоялась, нет. ЗРК Нева. Экспортное название Печора. Разработка еще начала 60-х. Но достаточно мощно и по современным меркам. Способна сбивать цели на высоте от 10 до 20 километров. Может, Катар решил приобрести комплексы для себя? В списке вооружений армии Катара из тех, что в открытом доступе, таких комплексов не значится. Если учесть, что сама катарская армия, это всего 11 тысяч человек, такие комплексы, ну, ей точно не нужны, этой армии. Соответственно, это для кого-то другого предназначено. Киберберкут считает, слишком много совпадений. В сентябре в Сирии появились российские самолеты. В сентябре же Катар интересуется закупкой старых ЗРК. При этом связи Эмирата с различными радикальными группировками в Сирии ни для кого не секрет. В Дохе, например, расположены штаб-квартира Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, созданной с целью свержения Башара Асада. Вопрос, не для вооруженной ли оппозиции Катар покупал оружие. Международные эксперты не исключают такой вероятности. Тем более, что в рядах запрещенных в России ИГИЛ и Джабхатан-Мусре много бывших офицеров иракской армии, которые умеют управляться с вооружениями советского производства. ЗРК-печора – это, в общем-то, знакомое оружие для тех, кто воюет в составе сирийских различных радикальных групп иракских. Это, я имею в виду, исламское государство. Там более чем достаточно офицеров, обучающих у нас в свое время. И ЗРК-печора они хорошо знакомы. Киберберкуты уже не первый месяц кричат о том, что через Украину идут масштабные поставки оружия на пылающий войной Ближний Восток. И что украинские власти в этом замешаны. А буквально на днях эти сообщения получили подтверждение из независимых источников. В Кувейте раскрыли преступную сеть, члены которой как раз покупали вооружения, в том числе ракеты, на Украине. И через территорию Турции поставляли их в Сирию, напрямую членам ИГИЛ и по их приказу. Тем же, по всей видимости, занимается и кто-то в Катаре. Да и только ли там? Украина это один из главных рынков оружия, черных рынков оружия в мире. Как и Балканы, как и Афганистан. Любое оружие, которое стояло на вооружении украинской армии в период после распада Советского Союза, оставшиеся в Украине запасы советского оружия, уходило потоком куда угодно. Причем вовсе не обязательно, чтобы эти сделки совершались официально. Они могут происходить и тайно, без подписания каких-либо документов. Недаром годы не проходит, как на Украине загорается очередной склад оружия. Это было и задолго до кризиса на Юго-Востоке, происходит и теперь. Весьма похоже на попытку замести следы. Удастся ли замести следы Катару? Понятно, почему они достаточно безнаказанно действовали, потому что ощущали поддержку Соединенных Штатов, которые, собственно говоря, закрывали глаза на эти действия. Ну и даже, можно сказать, опосредственно поддерживали. Поэтому до последнего времени и Катары, и Саудовская Аравия особо не обращали внимания на обмение международного сообщества. Но сейчас ситуация меняется сильно. Теперь есть и резолюция ООН, и вообще создается, по крайней мере, уже техническая такая коалиция. И понятно, что сейчас, если вся эта ситуация действительно подтвердится, у Катара будут такие... Ну, придется объясняться вообще, что происходит. В этой связи любопытна цитата из обнародованного киберберкутами письма. С американцами все согласовано, болгары и турки в теме. Схема старая. Но при такой дальнобойности за РК Печора остается вопрос. Если летчикам российских ВКС есть что им противопоставить, то где гарантии, что боевики не используют их для атаки на еще один мирный гражданский самолет из совершенно любой страны?